Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас с вами очередной мукпанк. Стараюсь почаще для вас снимать контент. Итак, что у нас на сегодня? Домашняя шурма, которую приготовила я сама. Также очень давно хотела селедку под шубой. Вчера вечером приготовила ее. Сегодня она хорошенько пропиталась в холодильнике. Прям такая, знаете, холодная. В такую погоду самое то. Здесь у нас черешня. В комментариях одна девушка мне написала, что, Айка, в последнее время постоянно у тебя клубника. Почему нету черешни? На самом деле черешню просто не очень удобно кушать. То есть косточками приходится выплевывать. И в кадре, мне кажется, это смотрится не очень эстетично. Именно поэтому в последнее время черешню я просто исключила. Но посмотрите на этот размер. Big size. И еще плюс, знаете, она такая хрустящая. Такое ощущение, что яблоко просто кушает. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Постараюсь в моментах, где выплевываю косточку, просто эти моменты вырезать. Начнем, пожалуй, селедки. Селедки. Сегодня мы с вами вернулись в прошлое немножко. Опять же из-за комментариев. Много было комментариев по типу того, что задний план сильно отвлекает. И вот тут-то я с вами согласна, на самом деле. Если я возьму себя чисто как зрителя, мне тоже больше нравится этот фон. Просто потому, что он вообще не отвлекает. Я думаю, что на моих банках самый главный акцент должен быть на еде. Еда должна быть близко и ничего не должно отвлекать от еды. Именно поэтому, кто давно подписан на меня, тот не даст мне соврать. Долгие годы я снимала исключительно на этом фоне. Потом в комментариях начали писать. Да вот, надоело. Не можешь ничего поменять. И подумала, пора что-то менять. Обязательно напишите в комментариях, вот как вы считаете, какой фон лучше. Он такой прохладненький. Самый тон. У нас трехкомнатная квартира. В одной комнате сплю я. В другой комнате спит мама. А вот эта комната, раньше здесь жила бабушка. Но сейчас уже бабушки не стало, поэтому эта комната пустует. И чисто как кладовка. Уже настолько привыкли к личным пространствам, что я не представляю, как можно жить в большой семье. Хотя личное пространство у меня было всегда, даже в детстве. У нас с братом были отдельные комнаты. Большие комнаты. Комната вся закрывалась на ключ. Это было очень удобно. Когда ты не хочешь, чтобы никто тебя беспокоил, взял, закрыл и все. В таких случаях это был частный дом. И братик прибегал. И около моего окна кричал, тебе хана, если не откроешь. Сколько мы в детстве с братом дрались, вы просто не представляете. Это был какой-то ужас. Причем потом брат это так выворачивал, как будто виновата я сама. И в конце родители всегда считали, что я действительно неправа. Но сегодня, кстати, я хотела поговорить на совершенно другую тему. Вы знаете, что я очень давно смотрю Дом-2. Это один из моих любимых проектов. Но сейчас уже не смотрю, просто потому что сейчас участники не такие интересные, как раньше. Я вот активно смотрела, когда была такая участница, как Рапунзель. У них там семейные драки были. В общем, очень интересно. Знаете, что меня больше всего поражает? Меня поражают люди, которые даже не задумываясь иногда пишут такие гадости. В общем, кто не в курсе, расскажу вам так вскользь. На проекте была девушка Алена. Здесь сестра той самой Рапунзель. Она начала встречаться с мужчиной, забеременела от него, родила и рассталась. Потом у нее появился другой мужчина. И она от него опять забеременела и сразу же рассталась. И тут у нее появился третий мужчина. И там все в комментариях начали писать, сейчас от него тоже забеременеет и расстанется. Просто куча было подобных комментариев. И, видимо, так оно и произошло. Девушка, представляете, скрывает то, что она родила ребенка. И вы знаете, я просто в шоке от людей. От людей, которые могут столько гадостей писать. Ну, не получилось у человека. И всем вот интересно. И всем лишь бы докопаться. Лишь бы узнать, действительно ли она родила или нет. Там кто-то скинул справку. Человек уже перестал выкладывать истории. Просто из-за хейта. Просто в этой ситуации мне действительно жалко эту девушку. И я не понимаю людей. Настолько негативных людей. Ну, вышла она три раза замуж. Пусть даже десять раз выйдет замуж. Пусть у нее будет десять детей. Если она способна их всех обеспечить. Если она способна дать им эту любовь, заботу. Какое нам с вами дело вообще? Мне порой искренне поражает просто жестокость людей. Вот кто бы что ни говорил, поверьте мне. Блогеры сидят и говорят, ой, мне, знаете, плевать на хейт. Поверьте мне, не плевать. Всех задевает хейт. Особенно если он обоснованный. Особенно если ты сама в себе, например, видишь эти комплексы. И тебе начинают об этом писать. Хочешь, не хочешь. Это у тебя вообще срабатывает так. Вообще люди, которые смотрят этот проект. Это очень токсичная аудитория. Начнем с этого. И вообще люди как будто стали какие-то жестокие. Я думаю, как раз таки жестокость в людях появляются как раз таки из-за своих проблем. Причем плохие комментарии пишут в основном женщины. Такие же мамочки. Вы просто представьте, как человеку должно быть больно читать эти комментарии, раз человек решил просто не рассказывать о том, что у него в жизни появился еще один ребеночек. Понимаете? Я просто считаю, что в этой жизни нужно быть немножко добрее. Я однажды написала один плохой комментарий. Давно это было. Вы знаете, долгое время меня это как-то... Внутри съедала. Поэтому я все-таки считаю, что такое лучше вообще не писать. Мне одна пишет. «Да в твоем возрасте уже пора иметь детей». И так далее. Ты сидишь, жрешь на камеру. Вот у тебя, говорит, никогда и детей не будет. Я прочитала. Я, конечно, понимаю, что люди разные. Кто-то адекватный, кто-то не очень. Но вот прочитала, меня как будто кипятком облили. Вот реально такое вот ощущение было. И вот вам эти слова кажутся ерундой. До тех пор, пока эти слова не говорятся в ваш адрес. Поверьте мне. Я в последнее время просто начала массово блокировать людей, которые пишут постоянно негативные комментарии. И вы знаете, как в Ютубе это все устроено? Вот, например, я вас заблокировала, а вы даже понятия не имеете, что я вас заблокировала. Вы, например, продолжаете писать гадости, но кроме вас эти гадости никто не видит. То есть вам кажется, что вы написали негатив. И вам очень странно, что в ваш комментарий никто не лайкнул, никто ничего не ответил. Я тоже его не увидела. Например, и вы думаете, почему почему на мои комментарии нет никакой реакции? А все очень просто. Вы просто в блоке. Я вот в последнее время где-то, наверное, месяц, наверное, точно люди, которые на постоянной основе пишут какие-то негативные вещи. Я просто по возможности ограждаю себя. А сейчас вы скажете, что ты публичная личность, ты выставляешь свое видео в YouTube, мы должны это видео комментировать. Да. Но никто не имеет права вас оскорблять, унижать, задевать. Порой бывает такое, прочитаешь, прям целый день в себя прийти не можешь. Поэтому пусть лучше комментариев будет не так много, но зато будут комментарии хорошие, приятные. Люди, с которыми приятно коммуницировать, хочется отвечать в комментариях, а не которые изливают негатив. В общем, как-то так я покушала. Было действительно очень-очень вкусно. Особенно салат получился обалденный. Плюс еще селедку купила очень хорошую. Конечно, он считается немножко такой зимний, новогодний салат. Я его очень люблю летом. Прям холодным подавать. Получается безумно вкусно. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok